Вода, уважаемые трейдеры, начинаем наш видеообзор текущей недели. Мы с недавних пор перешли с текстового формата на видеоформат. Достаточно удобно, не нужно читать текст, нужно включить видео и узнать, что ждет нас на этой неделе. Неделя достаточно интересная, хотя бы потому, что будет заседание ФРС, хотя бы потому, что эта неделя выпадает также на нонфармы. Редко такое бывает и ФРС, и нонфармы, два в одном, в одну неделю. Вот жаль, что ФРС не после нонфармов, тогда было бы легче анализировать. К сожалению, сначала будет решение, а потом выйдут нонфармы. Хорошо, начнем с понедельника. Сегодня американский АСМ, ничего интересного, хоть и три красные точки, но важность достаточно, я бы сказал, ниже средней. Вторник у нас, китайские новости опустим. По Германии и еврозоне сейчас, наверное, ЕЦБ будет искать повод для того, чтобы намекнуть на повышение ставок. Этим поводом может быть и безработица в Германии, хотя так себе повод. В еврозоне, вот мы видим, unemployment rate 9,4 ждет рынок, было 9,5. Достаточно высокий уровень, если считать, что в Штатах 4,6, в два раза ниже, ровно в два раза ниже безработица. Ну, Европа исторически была за счет юга, за счет южных стран. То есть, если в Германии 5,8 сопоставима с США, то средняя растет за счет стран типа Португалии, Испании, Греции, может быть, частично Италии. Хотя на севере безработица даже ниже, чем 5,8, вероятно, Дания, ну, это не еврозона, а что у нас там на севере, Бельгия, Голландия, страны с достаточно низкой безработицей, исторические. Окей, среда у нас ВВП, вот хороший повод может быть, но прогноз не отличается от предыдущих данных, ждут 1,7, в квартальном выражении чуть выше, 0,5. В среду нам ADP, частная компания, анализирующая рынок труда в США, может дать прогноз, но это прогноз на прогноз, опять же, смотрите, в прошлый раз ADP сказал, рынок труда развивается бурно, 263 тысячи новых рабочих мест. Что в итоге мы получили? 98 тысяч рабочих мест. В общем-то, прогноз у них ни разу не совпал, очень большая была разница, так что к этому надо относиться, ну, так себе. Хотя было время, ADP неплохо угадывал, были и времена, когда они не попадали ни разу, так что ADP собирается нам объявить свой расчет альтернативный, и рынок ждет, что эта цифра будет 180. Кстати, по нонфармам такое же ожидание, 185, то есть это ожидание рынка по фактическим цифрам, просто оно переносится на прогноз по ADP и по нонфармам. То есть мы не знаем, что объявит ADP, мы не знаем, какая официальная будет цифра, но рынок ждет 180 тысяч новых рабочих мест. Что еще у нас? Непроизводственная сфера PMI, тут тоже никаких, я думаю, сюрпризов не должно быть в данный момент, хотя опять же ФРС будет смотреть, наблюдать за всем и важными новостями и неважными. Он сейчас очень чувствителен к макроэкономике, потому что интриги, как вы понимаете, никакой нет, и ФРС остается следить за какими-то второстепенными данными, помимо нонфарма и ВВП. Так что мне кажется, ФРС очень чувствителен ко всему, что происходит в экономике и решение по ставкам, хоть и предопределено, вы знаете, на майское заседание, ну точно вот это заседание 3 мая, вероятность сохранения ставки практически 100%, 96-97% вероятность, что ФРС ничего не будет делать. И только к июлю, к лету возможно одно повышение. Итак, в среду у нас ФРС решение, интриги никакой нет, и я думаю, за два дня ей неоткуда взяться. Ждем, что ФРС сохранит ставку, в сопроводительном письме возможно намекнет, но скорее всего будут стандартные выражения, стандартные слова, то, что было и раньше, все, что Елена употребляла и до. Но если будут какие-то сюрпризы, то будущие вероятности по будущим месяцам уже сильно изменятся. Но мне кажется, это заседание ФЭД будет достаточно скучным для рынков. Не само письмо, а то, как повлияет все это. А вот пятница уже интересно. В пятницу мы узнаем, как себя чувствует рынок труда. 185 тысяч ожидания. Было в прошлый раз, как вы помните, сильное снижение новых рабочих мест, 98 тысяч, хотя безработица упала до 4,5. Вот сейчас рынок ждет, что такая сезонность, не сезонность, даже не важно, что рынок все-таки возьмет свое, и мы вернемся к темпам роста американской экономики, точнее рынка труда, что были до этого. Вы помните, было 156, 202, 235, по-моему, не помню. Ну, то есть вокруг 200. И вот сейчас 185, очень даже справедливая такая цифра, если считать, что 98 – это такое из ряда вон выходящее событие. Что может произойти в пятницу? Все, что угодно, потому что еще одно снижение по рынку труда рынок, конечно, не осилит. Один раз, можно сказать, ошибочка, сезонность бывает, но два раза подряд уже рынки начнут думать об охлаждении, что ФРС поспешил с повышением ставки, хотя вы понимаете, решение по ставке не влияет, вот прям 7-минутно не отражается на экономике. Это решение даст о себе знать, дай бог, через 6-18 месяцев. Сейчас на экономике отразилось лишь одно повышение в декабре 2015 года. Даже декабрь 2016, еще даже полгода не прошло, чтобы экономика начала это чувствовать. Поэтому навряд ли ФРС будет думать о том, что поспешил, но рынки могут уже потихонечку закладываться на сохранение ставок. Так что для доллара будет это очень и очень плохо, если второй нонфарм выйдет низким, ставки будут оставаться тоже низкими. И на фоне того, что происходит в еврозоне, на фоне того, что ЕЦБ может начать атаковать ставками, хотя последнее заседание нам об этом не намекало, все было дежурно, спокойно, Марио Драги был сдержанным. И особенно это отразится на фунте. По фунту-то уже настроения ясны, по фунту инфляция высокая, хоть и ВВП вышел в последний раз не очень, но инфляция не дает банку Англии спокойствия. Уже один раз один из членов голосовал за повышение следующее заседание. Я подозреваю, что уже большее количество людей будет голосовать за повышение ставки. И правда мы об этом узнаем не сразу, мы об этом узнаем из протоколов. Как вы знаете, сначала происходит заседание, а потом публикуются протоколы. Это порядок такой у Банка Англии, порядок такой у ФРС. Ну, наверное, у меня все. Неделя вот такая. Конечно, еще тут нужно добавить запасы по нефти очень важные. Сейчас нефть держится 49, выше 50 ей не удается уйти. Было сильное снижение. Вы знаете, накануне у нас скоро будет заседание ОПЕК. Вот уже за месяц до этого рынки начнут на рынке поступать сообщением, продлят ли они снижение квот, не продлят. Ну, скорее всего, продлят, куда им деваться. То есть, если не продлевают, мы увидим нефть на уровне 45 и ниже. Если продлевают, мне кажется, на новые рекорды мы не уйдем. Нефть не готова для новых рекордов. Для этого нужны или сильные геополитические какие-то напряженности какая-то, или очень сильное снижение квот, что, в принципе, на данный момент кажется невыполнимым. Итак, значит, среда ФРС, пятница нонфармы. Наверное, самый ключевой момент, ключевой индикатор статистический на этой неделе будет в пятницу. Один из самых важных макроиндикаторов. Я бы даже сказал, сейчас самый важный. Всем хорошей недели, удачи на рынках, профита. И будьте осторожны, ставьте стоп-лоссы. Субтитры сделал DimaTorzok